Приветствую друзья, с вами канал Мелочети. В этом видео будем прошивать автомобиль, будем проводить так называемый чип тюнинг своими руками. Мы это все потом наглядно посмотрим на реальном автомобиле. Но сейчас хочется немного объяснить что к чему, что для этого нужно. Мы будем делать это максимально бюджетно, максимально просто, максимально понятно. Для начала бегло остановимся на некоторых нюансах, некоторых понятиях. Вот я тут с детства мечтал что-нибудь нарисовать стоящее и вот нарисовал структуру, примерный блок управления двигателем. Сейчас кратко по ней пробежимся. Собственно говоря блок управления двигателем это практически тот же самый компьютер, который стоит у нас дома. У него имеется процессор, он красным, я его нарисовал. Он выполняет множество операций. Ну собственно говоря это сердце блок управления двигателем. Также в блок управления двигателем имеются выходные каскады, так сказать, устройства ввода-вывода. Устройство ввода, через которое блок управления двигателем собирает информацию с датчиков. Это можно сравнить на компьютере с допустим с мышкой либо с клавиатурой. То бишь через эти устройства блок управления двигателем получает различную информацию от датчиков. Также имеется устройство ввода. Это можно сравнить на компьютере, к примеру, с принтером. Ну а на автомобиле это идет к исполнительным механизмам. То бишь блок управления двигателем управляет исполнительными механизмами, такими как клапан EGR, клапан системы изменения длины вкусного коллектора, форсунки, катушки, зажигания. В общем все возможные механизмы, которыми необходимо управлять. Дальше в блоке управления двигателем есть устройство, которое позволяет ему общаться с внешним миром. То бишь в нашем понимании это как подключение Ethernet к нашему системному блоку дома, к компьютеру. Ну а в автомобиле это допустим на нашем автомобиле на лачете применяется линия CLINE, так называемая. Через нее блок управления двигателем общается с внешним миром. И собственно говоря, именно через вот эту линию мы будем прошивать наш блок. Эта линия как раз подходит к разъему диагностики OPT2, который находится у нас в салоне. И поэтому вся прошивка будет максимально проста и максимально удобна. Ну и самое наверное главное, что нас волнует, это так называемая память, которая существует в блоке управления двигателем. Это оперативная память, она выполняет такие же задачи, как и оперативная память в нашем компьютере дома. Важное отличие этой памяти от всех остальных в том, что при отключении питания данные из этой памяти стираются безвозвратно. И эта память способна множество раз и на очень большой скорости производить чтение запись. Дальше у нас имеется также энергонезависимая память EEPROM, так называемая. При отключении питания ее содержимое не стирается. В данной памяти обычно содержатся адаптации, какие-то ошибки. Ну и самое главное для нас память, это так называемое постоянно запоминающее устройство. Собственно в этой памяти и хранится наша прошивка. Содержимое этой памяти мы будем изменять. Тут важно отметить, что, допустим, раньше эти памяти так и назывались постоянно запоминающее устройство. Ну, в наше современное время это уже, конечно, немножко неправильное название, потому что раньше эти микросхемы либо самые первые еще записывались раз и на всю жизнь и при следующей перепрошивке необходимо было впаивать новую микросхему. Дальше потом эти микросхемы пошли, которые уже могли выдержать несколько циклов перезаписи. Ну, для них нужен был специальный программатор и прочие такие вещи. Ну, а потом, когда уже пришел в мир флешек, у каждого дома есть флешка, вот это уже осуществляется электрический чтение запись, поэтому вскрывать блок нет никакой необходимости. Все можно сделать спокойно через линию G-Line, изменить содержимое этой памяти. Ну, ладно, поехали дальше. Собственно говоря, что такое чип-тюнинг? Из названия можно понять, что чип – это чип, это микросхема, а тюнинг – это какая-то доработка, какая-то модернизация чего-либо. И, соответственно, это можно все перевести как доработка микросхемы либо доработка содержимого микросхемы. Собственно, этим мы и будем заниматься. Мы будем изменять содержимое нашей микросхемы той самой памяти в блоке управления двигателями. Дальше, что такое прошивка? Ну, собственно говоря, прошивка – это набор каких-то команд процессору, которые он должен выполнять. Допустим, он должен опросить датчики, и на основе этих датчиков принять длительность импульса впрыска, к примеру, там, 3,2 мс. Он постоянно выполняет запрограммированные команды. И чтобы упростить работу процессору, чтобы упростить, собственно говоря, чип-тюнинг, было применено разумное решение разделить всю прошивку на, собственно говоря, софт – это где находятся наши команды, алгоритмы. И отдельно сделать табличку с данными, которая получила название калибровки. И в этой табличке прописать углы зажигания, длительность впрыска, ну и прочие вещи. И в зависимости от показаний этих датчиков нужно будет взять лосс или длительность впрыска, или еще что-то из такой-то ячейки, вот этой вот нашей таблички калибровок. То бишь, так гораздо проще. В отличие от тюнинга мы не меняем весь софт, мы не трогаем саму прошивку, мы меняем только табличку калибровок, область калибровок. Это намного безопаснее, это проще, и это рациональней и разумней. Собственно говоря, для работы нам понадобится адаптер-программатор Галета 1260. Его можно купить за небольшие деньги в Китае. Ссылки под видео я дам, где я сам покупал в свое время этот адаптер. Он стоит примерно около 10 долларов. Тут важно главное приобрести, чтобы он был на чипе FTDI. Почему именно чип FTDI? Потому что задача этого чипа эмулировать COM порт на на нашем компьютере, то бишь, на современных девайсах уже нет COM портов, а есть только USB. А работа с автомобилем через разъем OBD2 происходит именно через COM порт. И задача этого чипа сделать из нашего USB порта на ноутбуке, на компьютере сделать COM порт. Собственно говоря, если чип будет ненадежный, то могут быть различные проблемы со связью с компьютером, ошибки, даже можно просто фанально не подключиться. И этот чип нормально работает с Windows 10, где я брал этот адаптер. Чип, судя по всему, действительно стоит оригинальный. Никаких проблем никогда у меня не было. Вот так он выглядит. Вот собственно наш чип работает замечательно, без каких-либо проблем. Ну вот, а что касается драйверов, дело в том, что в комплекте идет диск с драйверами к этому устройству. Но кроме вирусов там полезного ничего нет. Я драйвера к нему не устанавливал, потому что у меня уже на ноутбуке установлены драйвера от TKL адаптера, он тоже на чипе FTDI. Собственно мы устанавливаем драйвера исключительно для этого чипа. И драйвера у него уже были на ноутбуке установлены. Я дам тоже ссылку, где эти драйвера можно скачать, а не без вирусов. И проверены уже не одним человеком. Работают отлично на многих устройствах. Теперь поехали дальше. Для работы с этим адаптером-программатором нам нужна будет программа. Программа TGALETA 1261. Я тоже дам под видео ссылку на эту статью. Ее можно здесь, эту программу спокойно скачать, причем на русском языке. Как ее установить, сложного там ничего нет. Ну, захотите почитайте, тут все описано. Но бывает так, что могут возникнуть проблемы. Дело в том, что некоторые адаптеры, они могут работать исключительно только со своей программой, которая находится на диске, с которым пришел к вам этот адаптер. Вся проблема в серийном номере этого адаптера. И поэтому нам нужно будет изменить номер в нашей программе, которой мы будем работать именно TGALETA 1261. В этой программе нам нужно будет прописать серийник именно нашего адаптера. Это понадобится не всем. Это бывает редко, но бывает. На всякий случай я тоже дам внизу под видео статью, как это просто можно изменить. Ну, напоследок хочется остановиться на нескольких таких важных моментах. Дело в том, что мы пока сами прошивки редактировать не будем. Вы их где-то будете брать, то ли в интернете, то ли покупать, либо обмениваться с кем-то. Также можно скачать с нашего сайта. Но на нашем сайте в основном прошивки серийные, потому что именно они чаще всего пригождаются в жизни. После неудачных чип-тюнингов, либо каких-то проблем, приходится заливать блок управления двигателем именно серийные прошивки. Вы их можете скачать тоже на нашем сайте. Но хочется остановиться на том, что раз вы будете заливать свой блок управления двигателем чужую прошивку, то это означает, что все, что вы делаете, это на ваш страх и риск. Второй момент. Применяйте исключительно прошивки только для своего блока управления двигателем. Как это определить? В диагностической программе можно посмотреть идентификатор ЭБУ. Вот, собственно говоря, 3BSN. Значит, и заливать вам нужно прошивку исключительно только для этого идентификатора ЭБУ. Несмотря на то, что у вас Sirius D42 и эта прошивка для Sirius D42, вам нужна только исключительно прошивка под ваш идентификатор ЭБУ. Это тоже нужно понимать. В названиях прошивок это все пишется, для какого идентификатора эта прошивка. В общем, еще раз повторюсь. Главное, заливайте прошивки для своего идентификатора и будьте внимательны при выборе прошивок и скачивании их из интернета. Поэтому перед заливкой прошивки блок управления двигателем мы с вами будем делать копию своей прошивки, которая залита на данный момент в вашем блоке управления двигателем. Ну, собственно говоря, все эти важные моменты мы обговорили. Теперь пойдем искать автомобиль и все это наглядно посмотрим. Итак, друзья, что мы имеем, кроме рабочего беспорядка? Во-первых, мы имеем заряженный полностью ноутбук с установленными драйверами и с установленной программой. Также мы имеем адаптер, программатор который галета. Вот наш адаптер с диском. Сейчас нам это все не нужно. Нам нужен только лишь адаптер. Также мы имеем автомобиль с блоком управления сериус D42, который простоял больше недели в гараже на улице мороз. Поэтому первым делом необходимо запустить двигатель, чтобы проверить, как себя чувствует аккумулятор и заодно прогреть немножко мотор и погонять сам аккумулятор, еще чтобы он оживился и позарядился. Ну и заодно выйду на улицу, чтобы было чуть-чуть видней, потому что уже темнеет. Итак, друзья, подключаем адаптер к разъему OBD-2. вот видно диод зажегся, адаптер подключен. и подключаемся к разъему USB на ноутбуке. Итак, запускаем нашу программу Галета 1261. Вот наша программа запущена. Теперь включаем зажигание на автомобиле. здесь выбираем Chevrolet Deo, а здесь выбираем тип ЭБУ Chevrolet Siemens. Теперь мы можем посмотреть информацию в нашем блоке управления. Вот наша информация про блок управления двигателем. Теперь наша задача читать прошивку, которая находится в блоке управления двигателем. И сохранить ее в надежном месте, чтобы если что, вдруг у нас что-то пойдет не так, или мы захотим вернуться на прошлую прошивку, то чтобы у нас не было проблем, мы сможем залить то, что у нас было раньше. Нажимаем читать ЭБУ и выбираем место, куда нам нужно сохранить наш файл и дать ему имя. Этому файлу необходимо. Ну, напишем сток. Писать лучше английскими буквами и нажимаем сохранить. Все, теперь осталось нам только ждать. Тение закончено. Выключите зажигание. Выключаем зажигание. Нажимаем ОК. Теперь мы можем со спокойной совестью залить в наш блок управления двигателем желаемую прошивку. Но в мои планы прошиваться не входило, поэтому я залью ту же самую прошивку, которую я слил, тот же файл, я залью его обратно в блок управления двигателем. Для этого снова включаем зажигание. Нажимаем открыть BIN. Вот наш файл. Вы можете выбрать любую другую прошивку по желанию, которую вы хотите. Нажимаем открыть. Вот наш файл. Файл дампа. И теперь нажимаем запись EBU. И наша прошивка начнет записываться в память блок управления двигателем. У нас выскочит предупреждение о том, чтобы аккумулятор был заряжен выше 13 вольт. Ну, самое главное, чтобы у вас были надежно закреплены клеммы на аккумуляторе. Также желательно, чтобы ваш двигатель не был прогрев до рабочей температуры, потому что, чтобы исключить возможность включения вентиляторов охлаждения двигателя, что может довольно серьезно посадить напряжение бортовой сети и могут быть проблемы. Поэтому либо подождите, пока двигатель чуть подостынет, либо излетите реле, которое отвечает за включение вентиляторов. У меня двигатель холодный, поэтому спокойно нажимаем запись EBU. Вот наше предупреждение. Не менее 13 вольт. Вот пошла наша запись. Теперь главное, чтобы не подвел аккумулятор ноутбука, аккумулятор автомобиля. Вот включился бензонасос. Выключаем зажигание на 10 секунд. Ждем. Теперь включаем зажигание. Бывает мнение, что этот кабель галета не годится для программы Chevrolet Explorer, что им невозможно сбросить адаптации. Я не знаю. Всегда я им сбрасываю адаптации после прошивки. В общем, ладно. Теперь нам нужно сбросить адаптации. Для этого включаем зажигание. Нажимаем установить связь. Но сейчас выскочит ошибка. Дело в том, что адаптер у меня подключен к одному порту. А, собственно, галета подключена к другому порту. Поэтому, чтобы галетой выполнить сброс адаптации, нам необходимо поменять в настройках программы порт. У меня галета на четвертом порту, а KKL адаптер на третьем. Нажимаем сервис, настройка. То бишь, еще раз объясню. К Ком-3 это у меня подключается именно к KKL адаптер. А чтобы выполнить сброс адаптации при помощи галеты, которая подключена к порту Ком-4, нужно просто в настройках программы поменять на Ком-4. Нажимаем ОК. Теперь нажимаем установить связь. Вот, как видим, все пошло. Галета спокойно читает. Заходим в сервис. Сервисные функции. И сброс адаптации. Сброс выполнен успешно. Ну, собственно, на этом вся процедура чип-тюнинга своими руками окончена. Как видим, ничего сложного абсолютно нет. Главное быть внимательным. Не делать эту процедуру, когда у вас севший аккумулятор на автомобиле, либо севший аккумулятор на ноутбуке. И все должно пройти хорошо. Но, еще раз предупреждаю. Помните также о том, что никто ничего не застрахован. Может всякое произойти. Поэтому сильно этой процедурой не увлекайтесь. Делайте ее только по особой необходимости. Ну, а теперь, друзья, осталось самое главное. Проверить, запускается ли наш двигатель. И заехать обратно в гараж. Как видим, все прекрасно. Ну, напоследок, друзья, хочется остановиться на таком неприятном моменте. Что делать, если что-то пошло не так. И в момент записи файла в блок управления двигателем, запись остановилась. Высветилась ошибка. Такое может быть. У меня тоже такое было. Это может быть по многим причинам. Битый файл. Звезды сошлись не так. Ну, масса всяких причин может быть. Но, как делаю я. Самое главное первое правило, это не паниковать. Не пытаться запускать двигатель. Нужно просто не выключая зажигание. Не разъединяя наш кабель. Просто ничего не трогая. Нужно выйти из программы. Потом заново войти в программу. И записать в ЭБУ ваш рабочий файл. Который вы считали с блока управления на прошлом этапе. И тогда все должно пройти нормально. Имейте это в виду. Ну, на этом все. Надеюсь видео было вам полезно, интересно. Всем мир огромных дорог. И до следующих видео.